Привет, друзья! Вот он, бедненький такой, никак не допишу, чтобы вдохновение у меня-то есть, чтобы его одухотворить, чтобы он был живой уже. Картина называется «Размечтался», но он, видите, какой пока лежит там на травке, как я в детстве смотрел на облака, мечтал. Сейчас я что хочу сказать, допишу ее. Послушайте, очень интересно, мозаика складывается из самых разных наблюдений в жизни, из разных сфер жизни. Я хочу, чтобы она у вас тоже сложилась. Спонтанный танец, например, в цигоне есть. Когда человек делает упражнение, от цигона выходит на танец, спонтанный танец, да. Отчего это происходит? Или, например, вот экстрасенс проводит руками над корпусом тела своего клиента, пациента, больного. И вдруг кто-то погружается в состояние и начинает у него рука дергаться или нога дергаться, или вибрировать, какие-то движения делать. Это второй эпизод. Третий эпизод. У Кашпировского. Они в транс погружаются и начинают сами делать такие спонтанные движения. Следующий эпизод. Пирамиды. Помните, пирамиды такие, якобы в них там какое-то биополе особенное. Или зеркала-козырь. Видите эпизоды, да, в мозаику складываете. Тоже, если там человек сидит в определенных условиях, если он сенситивный, внушаемый, гипнабельный, легко погружается, он же чего-то ждет от этой пирамиды или от этих зеркал. Но если так 10-15 минут посидеть, то у некоторых тоже начинаются какие-то процессы, или чисто на психическом уровне, или с телесными подергиваниями, подрагиваниями. Но теперь сопоставляйте вот это вот спонтанные движения в стилях там цигун, спонтанные танцы. Потом, значит, у Шарко тоже было, когда он проводил руками так над телом человека. Одни попадали в транс такой вот, а другие там подергивались. А у меня мой друг, Эдуард Албегов, который работал в институте неврологии, я к нему как-то пришел. Он в свое время у меня был в Махачкале, обучался методу ключа. Я пришел к нему в Москве, когда в институте, смотрю, у него лежит дама. Там в кабинете, в трансовом состоянии, и она там покачивается, там на полу делает какие-то движения, мышцы подергиваются. Я ему говорю, Эдик, что это у нее? А он говорит, ну, самоизлечение, наверное, происходит, потому что я запустил механизм, и у него это все происходит. Как запустил механизм? А вот оно что, условия определенные, в которых человек инициируется в трансовое состояние. А почему происходят подергивания? Почему происходят вот эти вот иногда даже до нелепости движения всякие? А потому что группы мышц, группы мышц где-то связаны сильнее с зажимчиками, где-то меньше, и когда в мозге отпускает напряжение лишнее, когда человек выходит на трансовое состояние, там происходит саморегулирование, то есть по существу перераспределение мышечной активности. Поэтому кто-то дергается, кто-то ногой трясет, а мы же и в жизни, складывайте мозаику, мы же и в жизни и ногой качаем, и пальцами трясем, и стучим пальцами, и голову чешем. Эти же спонтанные движения в разной степени и глубине этого состояния, они могут проявляться, они могут проявляться таким образом. Я помню, там проезжал какой-то, то ли из Индии, то ли откуда-то, какой-то целитель, и там с такой помпой, что он там вообще не говоря ничего, типа он не лечит, а что люди сами лечатся. Ну, он правило знает, чтобы Минздрав не прицепился, не преследовал его. Он говорил, что я не лечу, я, ну, короче, все слова можно говорить, самые разные. На самом деле идет активация, активация внутренней саморегуляции. И у кого где что нарушено, там и происходят эти перераспределения. Отсюда и вот эти вот танцы спонтанные, отсюда у нас и много различных видов спортивной деятельности. У кого там включаются вот такие движения, так ему бы пловцом быть. Конечно, оттуда же и плавание пошло, а у другого бег пошел, кто какие, к чему расположен. А вот недавно мне дама написала, что она стала заниматься автописьмом. Да, да, она стала заниматься автописьмом, 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 автопистом, мысли на самотех, пишешь, что пишется, и вот друг начала рисовать и петь. Говорит, я не ожидала, что я стихи могу сочинять. Ну, правильно, мозг разгрузила автописьмо. Вот эти подергивания, они автоматические. Это инстинктивные действия. Да, механизмы саморегуляции мозга так устроены. И вот при переходе из обычного состояния в трансовое состояние, а это можно сделать и путем, не прикасаясь поглаживанием, не прикасаясь. То есть создать условия, которые инициируют это состояние. Вообще можно слов никаких не говорить. Рейки. Вот так держишь, человек сидит, да, и у него начинается состояние такое, да. А у кого-то в этот момент руки начинают дергаться. Ну, конечно, потому что идет самолечение организма. Итак, я вам в пяти минутах несколько томов мог бы написать, а я вам раз и дал, чтобы сразу понимание появилось. Потому что я на это потратил 40-47 лет, изучая эти явления. Поэтому, когда говорят экстрасенсы, когда говорят там Рейки, зеркала Козырева, да, раньше магниты и браслетик носили, давление регулировалось, потом стал цирконилый, потом амулетики всякие, потом куклы в Буду там, да. Это же все связано с нашим самовнушением, внушением, которое люди даже и не знают, что они в транс ходят. Это удивительная штука. В нашей школе «Человек будущего» мы учим, по моему методу ключ, по своему желанию входить в транс, разгружаться, настраиваться и выходить из транса. Да, и поэтому люди, которые этим занимаются, обучаются, как можно сознательно войти и выйти, у них вырабатываются навыки очень большой психологической устойчивости. Да, и они будут, если захотят, просто лег на дорожке, на полу, там, на коврике, отпустил свое тело, отпустил свой организм, замечтался о чем-то хорошем, вот как он замечтался, а у кого-то и начнутся вот эти реакции. Значит, пошло лечение. Да, да, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok